Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Безусловно, очень печально то, что сейчас все это оказалось никому не нужным и утрачено в угоду застройки территории. Многое из того мощного потенциала, которым обладал ЗИЛ, могло быть востребованным и сейчас. Возможно, с некоторыми модернизациями. Но и по сей день лабораторные исследовательские комплексы завода вполне могли бы найти применение в современной автомобильной промышленности. Одним из уникальных решений, применявшихся на ЗИЛе, была организация складского комплекса. Еще в начале 1970-х годов управленцы завода стали уделять огромное внимание всему тому комплексу работ, которые сейчас принято называть емким словом «логистика». Вот как в середине 1970-х годов характеризуют задачи по модернизации складского комплекса и внутридзаводских перемещений отраслевое издание. Механизация транспортно-складских работ – одно из основных направлений в техническом перевооружении производства. В соответствии с намеченной программой развития завода, в середине 1970-х годов строится высотный автоматизированный складской цех. В 1978 году здание общей площадью 15 868 квадратных метров было введено в эксплуатацию. Еще некоторое время ушло на монтаж конструкций и оборудования. Цех включал в себя стеллажное хранилище и помещение для технологического оборудования. Управление было полностью механизированным и контролировалось компьютером. Учет поступлений был также полностью автоматизирован. Высотное стеллажное хранилище позволяло разместить порядка 37,5 тысяч единиц оборотной тары, вмещавших более 3000 наименований продукции. Цех был оснащен автономной отопительной системой, спринклерной системой пожаротушения, вакуумной системой дымоудаления и системой предупреждения о возгорании. Объекты, которые считаются давно уже баянными, иногда преподносят очень неожиданные сюрпризы. Это можно сказать и о заводе ЗИЛ, который доживает свои последние дни. Сейчас идет активный снос заводских корпусов на территории завода и освобождаются корпуса, которые до последних дней являлись рабочими. И вот в таких корпусах нас поджидают неожиданные сюрпризы в виде производственных и складских мощностей, которые по своим масштабам превосходят все возможные предположения и ожидания. Например, в этом здании располагался автоматизированный складской комплекс. В высоту он сравним с девятиэтажным домом. Масштабы этого цеха поражают. И поскольку только в этом году начался его демонтаж, то, соответственно, ранее люди, увлекающиеся индустриальным туризмом, не имели доступа в это здание. Оно было рабочим совсем недавно. Это здание представляет из себя куб с равными сторонами в длину и в ширину, порядка 100 метров, и высотой с 8-9-этажный дом. А так высотный склад выглядел во времена расцвета зила. На фотографии хорошо видны контейнеры, так называемая оборотная тара, расставленные в ячейках складской конструкции. На схеме, взятой с сайта Gagar.ru, можно увидеть устройство и принцип функционирования стеллажного склада. Для тех, кто захочет более подробно ознакомиться с техническими аспектами работы подобных складов, в описании к видео будет ссылка на сайт. Сама конструкция этого склада представляет из себя 8 параллельных рядов вот таких вот металлических коробов, металлических конструкций, на которых находились транспортерные ленты, приводимые в движение цепями. Когда я поднимусь наверх, это будет видно. Под каждой второй линией проходили воздуховоды, которые приводились в действие мощными циклонами, размер которых почти сопоставим с человеческим ростом. И вот для сравнения я рядом с этим циклоном. Вот такого размерчика здесь обеспечивали вентиляцию электромотора. И вот мы сейчас начинаем подъем на самый верх. Здесь идет лестница. Площадки закрыты такой вот сеткой, чтобы никто случайно оттуда не нырнул вниз из обслуживающего персонала. Итак, мы сейчас находимся на первой площадке, с которой осуществлялось управление всеми этими механизмами. Здесь же находятся электрические распределительные щиты. Будка, в которой, по всей видимости, находился оператор. И отсюда производилось управление выдачей продукции, инвентаря, которая хранилась вот на этих металлических каркасах. Вот это вот операторская, пульты операторов. Здесь можно видеть надписи, разгрузка, загрузка, контроль качества, номера проходов указаны и номера секций. Два пульта с большой красной кнопкой, электрические шкафы. Точнее, я не силен в электрике, но здесь, скорее всего, шли как раз шины данных. А само силовое электричество управления находится вне помещения оператора, где сейчас производит фотосъемку мой напарник. И вот отсюда мы видим выход как раз в складское помещение. Вот они, эти механизмы, которые приводили в движение. Секции, на которых находилась продукция. Сами механизмы имели цепной привод. А вот это, как я понимаю, главный пульт управления. здесь можно как раз видеть схемы, схематически обозначено все вот эти вот секции, которые находятся в самом складском помещении, где мы сейчас ходили. и кнопки для управления ими. А также световая индикация. Контроль габаритов. Ячейка занята, ячейка не занята. Отсутствует заданное значение. Контроль за выбором. Контроль рабочего хода. Стоп от компьютера. Вот такой вот высокотехнологичный склад здесь находился. Оператор имел для доступа к управлению всеми этими линиями ключи. Вот так вот они выглядят. Остались даже бирки. Fit 10. Также тут подписаны кнопки управления. Загрузка, разгрузка, отбор. Отсюда, видимо, производилась загрузка крупногабаритных грузов. Там внизу есть ворота. Так, чтобы могли заезжать грузовые автомобили под разгрузку. Здесь, скорее всего, находился Тельфер. Отсюда, через вот эти вот проемы со складских площадей продукции поступало в этот зал. Тут формировался заказ на отгрузку по всей вероятности. И дальше здесь через Тельфер на поддонах все опускалось вниз для погрузки в машине. Скорее всего, это так и происходило. Итак, мы сейчас находимся на самой верхней площадке этого автоматизированного склада. Подо мной сейчас высота примерно с девятиэтажный дом. и сейчас я отправляюсь на крышу склада, чтобы поснимать панорамы на город, чтобы поснимать территорию ЗИЛа, то, что от него осталось. на крышу ведет такая лестница. И вот мы на самом верху. А сверху открывается потрясающая панорама на излучину Москвы-реки в закатных лучах вечернего солнца. Освещение в самом складе дневной свет поступал через такие вот колпаки из полупрозрачного пластика. И под нами простирается территория ЗИЛа. То, что осталось от завода. Сейчас вы можете видеть то, что осталось от ЗИЛа. Последние корпуса, которые подлежат демонтажу, которые сейчас активно распиливаются и разбираются. Вот на этом месте тоже когда-то был производственный корпус. Кипела жизнь. Сейчас, к сожалению, территория завода больше напоминает огромную стройплощадку. Некогда могучее предприятие сейчас активно распиливается и демонтируется. В следующей серии речь пойдет об уникальной лаборатории, входившей в состав ЗИЛа. Оставайтесь с каналом Андерго. Смотрите руфинг высотки на Арбате и дик в подвалы одного из знаменитых салемских зданий. А также не забывайте подписываться на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин